Здравствуйте, меня зовут Николай Абрагин, я летаю на параплане 25 лет, я инструктор летной школы Flyday. Сегодня мы разберем летные происшествия, произошедшие в Таджикистане на этой неделе, и я объясню вам, как можно было его избежать. Пилот пытается обработать поток, слишком глубоко затягивая клеванты. Когда параплан быстро входит в восходящий поток, бывает, что угол атаки резко увеличивается, крыло тормозится и как бы уходит назад. В этот момент скорость крыла мала, и даже незначительного по амплитуде воздействия на клеванты может оказаться достаточно для его срыва. Что, видимо, и произошло в данном случае. Далее пилот хаотически дергает стропы управления, что приводит к раскачке по крену и тангажу, и мешает выйти параплана из срывных режимов. В один из моментов, когда пилот поднял руки, крыло самостоятельно вышло на нормальный полет. Однако пилот чего-то испугался, возможно другого параплана летящего пересекающимся курсом, и затянул левую клеванту одновременно с левым креном, поэтому крыло сразу нырнуло в крутую спираль. Далее пилот растерялся и не предпринял необходимых действий для остановки вращения. Для этого ему нужно было всего лишь затянуть противоположную к вращению клеванту. В самом начале режима этого было бы достаточно. Затем вращение достигло стадии глубокой спирали и авторотации. В таком вращении центростремительное ускорение приводит к значительной перегрузке, особенно на крыльях с высоким аэродинамическим качеством, к каковым относится и БГД Q2. Пилоты сжимают в сиденье и, как правило, с креном во внутреннюю сторону к вращению параплана, с силой, превышающей обычный вес пилота во столько раз, во сколько увеличилась перегрузка, обычно в 2-3 раза. Из такой ситуации крыло не выходит самостоятельно, а клеванты становятся железобетонными, и даже у физически крепкого пилота не хватает сил затянуть их. Зато та же самая перегрузка, которая придавила пилота в перекошном состоянии в подвеске, поможет и выйти из вращения. Работа весом в глубокой спирали становится во столько же раз эффективнее, во сколько раз возросла перегрузка. Пилоту достаточно лишь слегка перекоситься в подвеске и изменить крен на противоположный к вращению, чтобы выйти из глубокой спирали. Вместо этого пилот бросил клеванты и попытался применить запасной парашют. Увы, поздно. Снижение было слишком быстрым, и высоты на открытие запаски не хватило. Работая весом, креном, параплан выходит из авторотации на ура, но работать нужно очень аккуратно. В глубокой спирали крыло запасает очень много энергии, и если пилот переложит вес на противоположную сторону слишком резко, крыло может сделать косую петлю в противоположную сторону. Все, о чем я тут говорил, я проверял лично, на собственном опыте. А упражнение отработки входа в спираль из раскачки по крену и тангажу и выход из нее является одним из основных в программе обучения нашей школы. Летайте безопасно! И спасибо за внимание!